Украина. Вторая по площади страна Европы. Не путать с Россией, хотя в обеих странах любят салы. Угасающая красота гостиницы Украина напоминает о другой эпохе. Очень странный номер. Я будто в прошлое попала. Алло, это вас. Посмотри, какой вид, здорово. Столица Киев, современный и живой город. Несмотря на внешний вид, у Украины трагическая история. Война, угнетение и атомная катастрофа. Эта страна не входит в список большинства туристов. Значит, это вызов для писателя-путешественника. Я возьму. Добро пожаловать на Украину. Мы авторы путевых очерков. Мне нравится культурный аспект путешествий. А мне опасные рискованные приключения. Джулия Даймон. Робин Эсрик. Главное найти истории, которые вдохновляют. И которые будут продаваться. О чем не напишут путеводители по Украине. В Чернобыль можно в майке? Что? В Чернобыль в майке можно? Да, сейчас можно, но в зоне отчуждения нужно будет прикрыть плечи. В большинстве стран в первый день мы осматриваем столицу и встречаемся с людьми. В Киеве наше первое представление об Украине формируется очень быстро. У меня всего пара джинсов, и я волнуюсь, что они пропитаются радиацией, и я не смогу их носить. Самая крупная атомная катастрофа никогда не была интересом туристов. Но Сергей Иванчук проводит одиночные ежедневные туры в зону отчуждения. Эта поездка не для удовольствия. Вам нужно постараться, чтобы радиоактивные частицы не оказались на вашей одежде или еще хуже на теле. Вы можете почувствовать землетрясение или запах гари при пожаре, но... Радиация – это безмолвный убийца. Мы на КПП, это начало зоны отчуждения. Как только вы приезжаете в 30-километровую зону, так же известную как зону отчуждения, попадаете в самую крупную в мире свалку токсичных отходов. Похоже на природный парк. Но деревья радиоактивные. И почва тоже. Реки радиоактивные. Выглядит все красиво, но реальность намного страшнее. В казарме нам выдали бланк разрешения. Наверное, это самый страшный документ, который мне приходилось подписывать. Да. Надо подписывать много бумаг. Там написано, что мы в безопасности. Это случилось 26 апреля 1986 года. Четвертый реактор взорвался, и почти 9 тонн радиоактивных элементов попали в природу. Вот здесь все и произошло. Посмотрите все. Наш гид Сергей дал мне счетчик Гейгера. 200. Сергей говорит, что смертельны 6000 небольших доз радиации. Но со всеми этими цифрами и приборами я понял, что в воздухе вредных веществ в 50 раз больше нормы, а продолжительное воздействие радиации может вызывать разные виды рака. Это безумие. Чтобы объяснить вам, что это значит, я скажу, что в Киеве было всего 11. Огромный бетонный саркофаг закрывает реактор. Временное решение, чтобы сдержать радиоактивную лаву и не дать изотопам урана попасть в атмосферу. Саркофаг подвержен разрушению водой, поэтому ученые волнуются насчет его крыши. Гид сказал мне страшную вещь. Они не знают, какой эффект окажет вода на радиоактивную лаву, поэтому сильно боятся того, что в Чернобыле может произойти еще одна атомная катастрофа. Не забывай, когда входишь, нужно постучать ногами, чтобы стряхнуть радиоактивные частицы. Это отличный пример. Посмотри, как это делать. Я понимаю, что это не избавит меня от радиации, но все же... Под чистым небом и в окружении природы Чернобыль не кажется таким зловещим, как я ожидала. Природа доказала, что быстро восстанавливается. Но в городе, всего в трех километрах отсюда, мы увидим, как катастрофа повлияла на людей. 26 апреля 1986-го четвертый реактор Чернобыльской АЭС взорвался и выпустил смертельное радиационное облако, которое прошло по всей Европе и даже достигло восточного побережья Северной Америки. Всего в трех километрах от станции из города Припять были эвакуированы 45 тысяч человек. За два дня этот советский город, построенный как символ национальной гордости, полностью опустел. Здесь есть небольшая опасность. Я знаю, они просят не беспокоиться, но я не чувствую себя уверенно. Жителям разрешили собрать чемоданы, им пришлось оставить загрязненные дома и даже домашних животных. Пугающая тишина. Деревья и трава медленно возвращают бетонные здания природе. Раньше здесь был спортзал. Это очень расстраивает. Мы добрались до школы. Стекла выбиты вандалами, птицами или разрушены временем. Осколки радости, которые когда-то наполняли эти помещения. Здесь так зловеще, но это просто время и природа. Все разваливается на части не потому, что люди это разрушили, а просто потому, что все заброшено. Это школа. Мы можем прислушаться. Ты слышишь голоса детей? Есть что-то печальное в месте, где раньше были дети. Интересно, что случилось с этими детьми? Где они сейчас? Я знаю, что после катастрофы участились случаи лейкемии. Интересно, живы ли эти дети? Я знаю, что они живы сегодня. Здорово! Ау! Так тихо. Ужас. Я ужасно себя чувствую. Здесь ржавые кровати с изуродованными куклами. Все выглядит очень мрачно. Так. Опасайся кабанов. Здесь водятся кабаны, поэтому нужно быть осторожными. Большинство туристов сюда не ездит, потому что добраться сюда непросто. Нам сказали не трогать деревья и быть осторожнее санхом, потому что это как губка для радиации. Мы идем через лес и стоим на мху, на котором нас просили не стоять. Поэтому я немного волнуюсь. Парк аттракционов, который должен был открыться через день после взрыва, остался гнить. Его бросили, сбежав в панике. Счетчик стабильно показывает 111. Говорят, что это безопасно, но я не могу сказать, что здесь не о чем волноваться, и мы в безопасности. Такое ощущение, что мы попали в будущее. Надеюсь, это не наше будущее. Да. М-да. Ау! Есть кто живой? Кажется, никого. Счетчик показывает все больше, а на него села бабочка. Символизм жив, я символизм. Природа восстанавливается. Потихоньку. Жизнь возвращается, но некоторые люди никогда отсюда не уезжали. Это одна из женщин, живущих в деревне Перешищ. Она живет одна, и в этой местности жить не рекомендуется. Здравствуйте. Здравствуйте. Бабе Марии 79 лет, и она пережила многих молодых мужчин, которые работали на реакторе. Я Мария. Баба Мария. Я папа. Она переселенец, одна из тех, кто решил остаться жить в зоне отчуждения. Вы не боитесь жить в зоне, которая может быть опасна для здоровья? Я не переживаю о своем здоровье. Я уже не молодая, мне 79 лет. Как и другие поселенцы, она живет недалеко от реки. Это единственная жизнь, которую она знает. У нее болят ноги, но она объясняет это возрастом, а не чернобыльской аварией. Отличная картошка. Баба Мария все равно продолжает выращивать овощи. Каждый день выходит из деревянного домика в свой огород. Смеется, шутит. Навоз был нужен тогда, а он нужен и сейчас. Поездка в Чернобыль оказала на меня сильное влияние и заставила почувствовать события прошлого. Но что еще более важно, я задумалась о настоящем и будущем. Киев изменился с тех темных времен. И я хочу узнать, как можно больше за оставшееся время. Среди писателей-путешественников новый тренд статьи «24 часа в городе». Люди хотят легко усваиваемую информацию о самых лучших местах. Это главная улица города и это сердце торгового района. По будням дорогу перекрывают и улицы переходят во власть пешеходов. Отличное место для отдыха и культурного обогащения. Историческая площадь независимости. Путешествие не будет полным без посещения священных мест. Как писатель-путешественник, иногда я чувствую себя культурологом и антропологом. Я изучаю людей, модные веяния и делаю выводы из своих наблюдений. Я бы могла написать целую книгу о Киеве. «Каждой девушке нужен этот необычный сувенир». Петляющие улицы из брусчатки рядом с Андреевской церковью – отличное место, где можно найти много лавочек местных мастеров и купить дешевые сувениры. Всего в паре шагов от церкви я поняла, что нахожусь в центре украинского сообщества художников. Тротуары украшены оригинальными произведениями искусства. Спасибо. Я оставлюсь здесь. Рядом с метро много маленьких киосков с закусками и дешевым местным пивом. Мне нравится Киев, потому что здесь можно пить на улице. Отличная мода. Куда ни посмотрю, везде что-то интересное. Я взяла пиво, села и стала смотреть на людей. Одеваются люди провокационно. В этом городе есть энергия молодости. Извините. Простите, что беспокоюсь. Я слышала об этом месте от людей, с которыми сегодня говорила. Я рада, что у вас есть меню на английском. Курение – это один из старейших ресторанов Киева, в котором подают традиционную кухню. Блины с икрой. Я обожаю икру. Это автобус на ракетную базу? Я не понимаю. Давайте вещи сюда. Перед тем, как садиться в фургон к незнакомцу вместе со всеми своими вещами, важно узнать, что это за незнакомец. Перед обретением независимости в 1991 году, на Украине было больше ядерных ракет, чем в любой стране мира, за исключением США и России. После распада СССР Украина решила стать страной без ядерного оружия. Сегодня всего в паре часов от Киева наследие Армагеддона открыто для людей. Это одно из самых страшных туристических мест в мире. Музей ракетных войск стратегического назначения, бывшая советская ракетная база, которая была открыта для общественности под надзором бывших офицеров. Здравствуйте! Полковник в отставке Михаил Каменсков держал пальц на кнопке более 10 лет. Музей открыт уже 6 лет. Мы встречаем порядка 10 тысяч посетителей. Это неплохой показатель. И каждый год мы примерно будет 10 тысяч приходить через спутниковую связь. Полковник показал мне пусковую шахту, оборудованную радаром и приемниками спутниковых сигналов, которые позволяли запускать ракеты удаленно. Например, если всех бы тут убили, эта антенна соединена со спутником и посредством спутника можно запустить ракеты без вмешательства человеком. При взрыве этот малыш уничтожит 2,5 квадратных километра территории. Американцы называют эту ракету «Сатана», потому что это лучшая ядерная ракета в мире. Она может пролететь прямо через ядерный гриб, может поразить любую точку в мире, и ничто не сравнится с ней по ударной силе. 10 боеголовок, каждая из которых в 50 раз мощнее бомбы, сброшенные на Хиросиму. Прямо перед нами потенциальный конец света. Полковник не похож на бездушного убийцу, но его действия могли привести к смерти миллионов человек. в ядерной войне силой. Миша, когда вы здесь работали, вам было страшно? Когда вы служили, вы когда-нибудь боялись того, что может произойти, скажем? Ну, всем людям свойственно бояться. Конечно, ядерной войны, наверное, боятся все в мире. Иракетики и просто боялись. И слава Богу, что этого никогда не произошло. Спасибо Богу от всех нас. Я подумал, что выйдет интересная история, когда впервые услышал об этом месте. А когда я сюда приехал, меня охватили мысли о том, как близко мы были к взаимному уничтожению. Если на поверхности находятся музейные экспонаты, то под землей можно найти нечто более ужасное. Недалеко от Киева покоятся скелеты украинского прошлого в форме заброшенных ракетных шахт. Сейчас мы находимся в этом здании, и нам нужно пройти по туннелю, чтобы попасть в командный центр. Шахта подвешена, потому что в случае ядерной войны будет ударная волна и землетрясение, а эти шахты удерживали ракет. Я вошел в длинный туннель и пошел к командному центру. Мы попали в замкнутое пространство и сразу повеяло холодом. Затиснулись в крошечный лифт и медленно спустились на 12-й уровень командной шахты. Нас сопровождал громкий звонок. Еще там был дисковый телефон на случай, если мы застрянем. Это самый страшный маленький лифт. дайдер. Хорошо. Вот так вам звонят в случае конца света. Я прошлась по городу и посмотрела на людей, но для моей колонки не хватает одного пункта похода в ночной клуб. Недавно открывшийся в Киеве Будда-бар это клуб с паназиатским оттенком. Следуя по стопам Будда-бара в Париже, в Нью-Йорке, киевский аналог тоже гордится золотой статуей Будды. Пока отдыхающие танцуют, под хаос модели ищут богатых холостяков. Украина это не только атомная катастрофа и советские ракетные базы. Киев космополитичный город с модными кафе и стильными ночными клубами. Мои приключения заводили меня в разные места, но я никогда не думал, что окажусь на нижнем уровне бывшей советской ракетной шахты. В случае ядерной войны они могли прожить здесь 48 дней, не выходя на поверхность. Поднимайтесь, ребята. Тут холодно и сыро. Я смотрю верхний уровень. Это командный центр. Здесь принимались важные решения. Именно здесь. Полковник сказал, что ни за что не вернется в одной из этих кресел. Двое ребят. Каждый поворачивает ключ, вводит код и нажимает кнопку. Поступает приказ о запуске ракет. Приказ уничтожить полмира. Здесь очень сыро и холодно. Пахнет смертью. Все сделано с умом, и даже нельзя себе представить, что там снаружи. Здесь холодно, все хорошо продумано. Все, что от вас требуется, это нажать на кнопку. Тут нет связи с реальностью, с жизнью. Сюда ключ. Вот кнопка. Вот он. У меня рука трясется просто от того, что я кладу палец на эту кнопку. Нажмите кнопку. Вот что значит управлять Армагеддоном. Надоела работа. Превратились в офисный планктон. Любимым местом стал бабушкин диван. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова